Детали очень простые. В российской группировке на Харьковщине плохо, на Харьковщине гораздо хуже и будет еще хуже. Когда появится конкретика, когда даст разрешение говорить, вообще первый президент должен это все озвучить, когда даст право говорить скиднштаб, мы все дружненько заговорим и прокомментируем. Но, повторяю, что мы можем комментировать российские источники, а там скрежет зубовный страшный, и они что, как бы в отчаяннейшем положении, и они ругаются, доходят до невозможного. Цитирую, примерно на память звучит это так, что Шойгу, мудак, конченый, Тувинский, или там типа сволочь, надо дать ему героя России второго за развалом сельской армии. Это, цитирую, воюющие сейчас российские блогеры, всякие прочие, с 2014 года. И это, или там, например, армии в России больше нет, не знаю, сколько просуществует сама Россия, но армии после Харьковского прорыва точно нет. Там катастрофа. Просто тупо катастрофа. Но моральный климат, да, с таким воевать дальше вообще непонятно как. Да, ну и надо понимать, что мы насиленные куты не называем, зато можем назвать последствия, что снабжение Купинской группировки, вернее, изюкской группировки перевезано полностью. А оно точно перевезано уже? Перевезано, да. Они, конечно, через Купинск капиллярно могут там немножко поставлять, но это, во-первых, очень дальним путем, во-вторых, это очень мало, во-вторых, это все подлинное. Это история крайне печальная. Я не знаю, там они идут, резервы, действительно, не знаю, российские, не знаю, чем мы сумеем это закончить. Но того, что уже сделано, уже с головой, с головой. Тяжелое моральное поражение, материальное поражение, живое селительное. Одних пленных, там столько, что считать успеваем. Давай вот сейчас об этом новость прочитаем. Киев сначала российской специальной военной операции, десятки тысяч, то есть, имеется в виду, российские войска понесли потери, десятки тысяч. 50 тысяч мы разменяли вчера или позавчера? Вот. Официально только. Да, 51 тысяча звучала цифра. По отношению к ней, вот ты считаешь, ну, раненые, там, сильно пострадавшие, которые не могут снова вернуться в строй, это какое может составлять? Это больше ста тысяч все уже, Марк. Уже больше всего месяца? Да, больше ста, если брать ЧВК, если брать тяжелораненых, которые там в санитарные потери попали, и долго не могут. Восстановление, если вообще полное выздоровление невозможно. Это все сильно. Я думаю, что это больше. Просто хотя чужого брать. Брат, я уже не беру там все эти армии, так называемые данные армии. А вообще катастрофа идёт не считается, к сожалению. Но даже кадры российской армии ЧВК, это больше ста тысяч. Дело в том, что, ну, тут еще один момент, суточные потери российские подскочили с трехсот человек, трехсот пятидесяти, до пятиста-шестиста. Ну да, вот сегодня на брифинге. Да, 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 уже несколько суток, потому что, ну, понятно, почему. Потому что Бобо там очень сильно. Где-то южнее. Там катастрофа. Там гибнет от трехсот до пятисот. Марк, там для российской армии катастрофа. Катастрофа. Просто катастрофа. Ну вот хорошо. Какая вот оказалась в этой, во всей, в этом во всем огне вот часть? То есть это 10 тысяч, это 20 тысяч, это 30 тысяч. Вот непосредственно... Ты понимаешь, в чем проблема российской армии? Они приперлись 170-ми тысячами на захватывать Украину. Хотя Сталин создал 4 украинских фронта общей численностью 2,5 миллиона человек, чтобы это завалить. Ну известно, да. И он не потому, что он был дурак, а потому, что они считать, наоборот, умели хорошо. Напоминаю, что берем Первую Ливанскую войну. Израиль создает страшно огромную группировку. 76 тысяч войска не против регулярной армии. Там сирийская армия была чуть-чуть в долине БК, как бы в 82-м году. А против палестинки группировок, когда несчастные люди, вооруженные в лучшем случае, там гранатометами, автоматами. 76 тысяч заходят на глубину 100 километров, шириной 50. И сказать, что им там было легко, это было бы очень напрасно, так сказать. Там была масса сложностей и нюансов. Так вот, это россияне пытаются 170-тысячной завоевать Украину с размахом мутанья фронта в 1400 километров. Это в чем это все? Это было гетизм. Правильно. Так вот, из этого возникают определенные следствия. Они размазаны одной тонкой линией вдоль всей этой линии фронта. И если украинские войска протыкают эту линию, то в тылу там практически некому держать эту толковую линию. Мгновенный скачок меньше, чем за сутки на 50 с лишним километров после прорыва. Это потому, что в тылу тупо нет войск. Есть направление, не будем говорить пальцем, где можно идти до государственной границы Российской Федерации, а не среди дневного российского солдата. Потому что они все размазаны тонюсенькой линией. В лучшем случае, жалкое подобие второй линии обороны, как сейчас на Херсонщине. Они пытаются делать эту вторую линию обороны, но у них не очень выходит. Это означает, что в любом месте протыкаешь первую линию, и дальше у тебя оперативный простор. Вот ровно то же самое было, что когда они прорвались из Крыма вначале, вот теперь они ловят обратку и ответку на том же Харьковском направлении. В любом месте протыкаешь, дальше сдерживать прорвавшиеся войска некому. Обычно это вторая линия обороны, это резервы из глубины, всякие такие вот вещи, ничего такого близко нет. Ну, резервы из глубины там, как говорится, подгребают. Но подгребают-то они уже после прорыва там, простите, 50+. Поэтому это очень дурная затея, так невозможно воевать. 50+, это значит разрезанные ракадные дороги, которые идут, основные пути снабжения вдоль линии фронта. Там тупо нечего восстанавливать. Там можно в лучшем случае наспех огромной кровью соорудить вторую линию фронта. Это уже не вернуть никогда, это уже разрезали эту историю, все, забыли. За такие прорывы вешают, во всех армиях мира вешают высшие награды. Понимаешь, да? Они создали эту ситуацию. Они создали эту ситуацию. Невозможно нормально воевать. Большую континентальную войну, если у тебя нет вторую, а то и третья линия обороны. Держать оборону. Но заметь, что все изменения копятся постепенно, результант скачкообразно. Мы все сейчас говорим об обороне российской армии. Это уже стало общим местом. Еще два месяца назад, когда было сплошное страшное наступление, и вот там все гадали, завоюют, они не завоюют. Днепр, Запорожье, и прочее, прочее. Нифига, сейчас уже говорим о правиле. Да, и о ее неспособности держать оборону. Вот доигрались у Каталика все вкукрутые горки. Все уже. Мало того, что они держат оборону, они еще не в состоянии ее держать. В идеальном варианте для них они сейчас подвалят резервами, тормознут нас на какой-то линии. Ну, куда же ты денешься те 60 километров, там с лишним, которые мы прорвали. Мы прошли. Все уже, привет. Главное сделано перерезанные пути снабжения изумской группировки. Ее судьба. Ну, печально. Ну, печально. Ну, вот все-таки ты в численном выражении нам объясни. Вот пройденная часть по глубине, это пройдено какое количество российских войск. Ну, понятно, что они отступили, понятно, что они разбежались по бокам. Какое количество? Ну, это выглядит так. Ну, они вот торчали в этом городе, которым мы не называем. Его обошли. Мы не стали задерживаться. Мы его тупо обошли. И сколько в этом городе могло торчать? И все очаги... Часть сбежала. Все очаги... Трудно сказать сколько, потому что часть-часть сбежала. Очаги сопротивления мы все обходим. Похвально. Короткое... Небольшое количество сил их блокируют. Начинаем разминать их артиллерией, танками и авиацией нашей. Дальше наши идут на прорыв, разрезая там этот самый... Это же старый добрый метод. Это то, что требовал паттам от своих войск в Европе. Это то, что требуют любые нормальные командиры. Когда была висловодорская операция в 44-м году, Жуков вызвал к себе командира мотоциклетной части и сказал, ребята, вы уходите в тул противника. Вы можете вообще не стрелять. Вообще не нажимать на круг. Ваша задача темп наступления 100 км в сутки. Два дня выдерживать этот темп у героя Советского Союза, даже если вы ни одного немца не убили, ни разу не выстрелили. Просто. Почему? Потому что нужно было сеять панику и резать тыловые дороги. Ты представляешь, 200 км в немецком тылу и тут советские артиллеристы, вернее, мотоциклисты. Да еще если стреляют. Паника, шум, гам, дезорганизованы тылы. Вся советская модель, да и западная модель прорыва, она была организована. Точно так же американцы наступали во время второй ростовой войны. Задача была, обходя очаги сопротивления, максимально рваться, захватывать мосты и идти вперед-вперед, сея панику. То же самое российские войска делали в начале этого конфликта. Я скажу, что пережить российское вторжение неприятная вещь, потому что, когда тебе докладывают, что вот десант на голову раз, десант на голову два, что прорыв уже в центр Киева от российских войск, или в центр Аболонь, но тем не менее, что в Харьков. Первое впечатление очень серьезное, если бы не крепкие нервы наших людей и склонности к саморганизации, которые там, несмотря на общие новости, все равно стреляли, как бы это вполне могло увенчаться успехом. Это непростая штука. И вот сейчас они имеют дело ровно с этим. Обходя очаги сопротивления, наши вперед ушли, перевезали главные пути, захватили кучу складов. Кучу. Нельзя говорить, потому что это уже имеет отношение к оценке боевого потенциала. Но поверь мне, огромное количество боеприпасов, техники захватили, пленных, и это все станет нам на вооружение. То есть мы еще и пополнили. Чем хорошо наступление? Пленные, моральные победы, куча техники, поражение живой силы, и еще и мемы новые рождаются. Что сейчас очень важно. И все это мы получили менее чем за сутки на направлении города, которое мы называем. Там еще с юга подкрадывается к изюмской группировке. Большой сюрприз. Довгенька взяли, говорят, двигаемся дальше. И заметьте, это в двух местах. Херсон, Харьковск. Херсон и Харьковск. Две крайне болезненные пощечины, даже не пощечины, а плюхи оглушающие такие. Когда мозг бьется изнутри о черепную капку, и боксер называется в Гроге плывет. Он поплыл. Ровно это происходит сейчас. Я то, что смотрю на их чаты, это, конечно, третий раз сегодня ссылаюсь, но это действительно производит впечатление. Придет время, Генштаб объявит цифры. Мы эти цифры обсудим. И они будут впечатляющими, поверьте.